Если вы любите онлайн игры, то игра Black Desert то, что вам нужно. Вы можете создать себе абсолютно любого персонажа, собрать свой собственный клан или даже основать замок. Качайте Black Desert по ссылке в описании совершенно бесплатно. Всем привет! Новостей по седьмому сезону с каждым днём у нас появляется всё больше и больше. После нескольких промо, которые нам презентовали чуть ранее и которые также дали внимательным зрителям довольно много интересной информации. Сейчас у нас есть ещё несколько свежих кадров седьмого сезона, некоторые сведения насчёт нового трейлера, а также долгожданная информация насчёт продолжительности всех семи эпизодов этого сезона, так что погнали! И давайте всё-таки начнём с новых кадров. Итак, у нас есть Джон в своих новых одеждах и, кстати, в доспехах. Вид у него явно озадаченный, может быть король севера собирается в какой-то поход. Но, по крайней мере, я не думаю, что он каждый день одевает железную броню. С другой стороны, это явно не наряд для вылазки за стену, так что, кто знает, может быть Джон отправляется к Дейенерис на Драконий Камень. Далее сама Дейенерис. Этот кадр нам уже показывали и так и эдак. Видимо, по прибытию на Драконий Камень, Матерь Драконов сентиментально решила прикоснуться к родной земле, ну или родному песку. Ну а уже здесь та же Дейенерис, но немного в другом, хотя и таком же стильно строгом наряде. И, наконец, главный её враг Серсея. Всё на том же ковре карте, который всех так заинтересовал. Рядом со своим братом. И выглядит это так, будто Джейми пытается в чем-то убедить свою сестру, а она при этом находится в глубоких раздумьях. Похоже на то, что в новом сезоне Джейми будет играть роль некого здравого смысла Серсея, которая, кроме своего безумия, ещё и, судя по всему, пристрастилась к вину. Хочется отметить, что обильное количество промо-материалов, таких как вот эти фото, выпущенные ранее ролики, интервью и так далее, в совокупности с тем, что до премьеры остаётся около месяца, большинство фанатов Игры Престолов трактуют как знак, что с большой долей вероятности, второй по счёту трейлер седьмого сезона появится уже на этой неделе. Это подтверждается ещё и тем, что в предыдущих сезонах трейлеры не выходили позже, чем за около четыре недели до начала сезона, а значит на этот раз вероятно будет так же. Поэтому будем, как говорится, начеку, второй трейлер может появиться не сегодня-завтра, а чтобы ни в коем случае его не пропустить, нажмите на колокольчик и вам будут приходить все свежие видео. Но это так, ремарка, и давайте уже поговорим непосредственно о сериях нового сезона. Наконец-то мы знаем их хронометраж, и тут, как всегда, не обошлось без сюрпризов. Итак, первые и вторые эпизоды будут длиться 59 минут, эпизод номер 3 63 минуты, четвёртую серию почему-то решили урезать и отвели на неё всего 50 минут, серия номер 5 59 минут, и наконец финальные эпизоды номер 6 71 и номер 7 рекордная 81 минута, то есть в принципе недалеко от полнометражного фильма. Напомню, что в прошлом году в Витразе мы длились 68 минут, что было рекордом продолжительности тогда, а вот сейчас ещё плюс 13 минут. Вообще, нам уже посчитали, что седьмой сезон в совокупности будет длиться около 7 часов 20 минут, тогда как ранее это время составляло 9 часов 15 минут, то есть два эпизода всё-таки у нас забрали. А если считать по времени, то седьмой сезон имеет не 7, а как бы 8 эпизодов. К сожалению, названий серии у нас пока нет, но это дело времени, учитывая, как быстро развивается событие сейчас, об этом мы вскоре также узнаем. Ну а чтобы это произошло, подпишитесь на наш канал, если вы на него ещё не подписаны. А также не забудьте поставить палец вверх и поделиться этим видео. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока!